Здравствуйте! Сегодня я решила показать вам жуткие фото, на которых удалось снять нечто паранормальное. Приятного просмотра! Майкл Бассетт из города Берлинга, штат Колорадо, хорошо известен среди исследователей паранормального. Он знакомый тех, кто сделал этот снимок. В городе, где было сделано фото, часто замечали призраков НЛО и даже странных людей в черных мантиях. Две молодые девушки решили пойти на заброшку, где по местным слухам очень часто люди совершают суицид. Никто из местных не может понять, почему это место так и тянет к себе смерть. Проводя свое мини-расследование, девушки решили сделать несколько снимков. И на одном из них проявилась эта загадочная фигура. Это похоже на очень четкое изображение призрака. Этот силуэт прозрачный, и судя по телосложению, этот силуэт принадлежит мужчине. Лицо призрака будто находится в тени, и из-за этого его трудно разглядеть. За очертанием этой сущности нам четко виден свет, просачивающийся из окна и проходящий сквозь фигуру. Из-за этого на снимке виден в основном контур этого духа. Некоторые думают, что это просто глюк камеры, и не более, и что девушки просто сняли на камеру своего друга. Но тем не менее, эти девушки утверждают, что с ними в тот момент не было мужчин, и что они были вообще вдвоем на заброшке. Так что они сразу отбросили эту версию скептиков. Но что это было, так никто и не понял. Когда Кэнзи Кнутсон и ее семья решили сделать барбекю около своего дома, они не ожидали, что сделают этот жуткий снимок. Они до сих пор обсуждают между собой, был ли это призрак. Они, конечно же, не думали, что снимут что-то паранормальное около костра. В то время как огонь потрескивал, а члены семьи смеялись и шутили между собой, готовя еду. Мать Кэнзи достала телефон и начала делать фото, чтобы этот день остался в памяти у семьи надолго. Пока она фотографировала, ее телефон даже упал у нее из рук на землю. Телефон не разбился, все в порядке. После этой маленькой неприятности семья решила посмотреть получившиеся фото. И они обнаружили на одном из снимков то, что напугало их до дрожи. На первом снимке все выглядит нормально. Кэнзи сестру и мирно сидят у костра. А на втором фото все уже более интересно. На заднем плане мы видим высокую прозрачную фигуру, на которой вроде бы синяя кофта и темные брюки. Но что еще более странно и жутко, это то, что на голове этого силуэта вроде как одет мешок. Кэнзи и ее семья уверены, что позади девушек в тот момент никого не было. И они точно бы заметили постороннего в случае чего. Они утверждают, что около костра были только они, ни друзей, ни соседей в тот день у них не было. Значит ли это, что это что-то потустороннее? Но даже если это так, почему у этой сущности одет на голове мешок? Как всегда возникает много вопросов, и на них нет ответов. Этот бар находится в Техасе, и ходят слухи, что в нем обитают призраки. В течение многих лет персонал и гости не раз замечали сверхъестественные события в этом месте. Например, окна и двери закрывались и открывались сами по себе. Постоянное ощущение холода, когда кто-то из персонала оставался закрывать барту, в такие моменты по пустому помещению слышались чьи-то шаги. И некоторые работники видели темный силуэт. Он шел по коридору второго этажа. Многие считают, что паранормальная активность связана с призраком Джона Сиппеля. Он построил здание, в котором сегодня располагается бар, в 1871 году. Он много пил и в конце концов покончил с собой в своем здании после того, как жена ушла от него. Другие думают, что призрак в этом месте – это призрак Вальтера Крауза, бывшего владельца бара. Он был убит в 1885 году во время драки в своем баре. Так что его дух тоже может быть там. Третьи думают, что вся мистика в баре происходит из-за того, что на третьем этаже здания когда-то располагалась масонская ложа. И они проводили там страшные ритуалы. Однако на фотографиях, представленных Слоуном Сен-Клэром, ни одна из теорий не подходит. На фото заметно темное существо, которое перемещается по помещению. И по очертаниям, эта сущность похожа на женщину. Слоун думает, что вся мистика связана с этой теневой женщиной. Часто и посетители заявили, что они тоже не один раз заметили ее. Также автор снимков думает, что эта женщина специально показывает себя, потому что хочет, чтобы ей помогли. Если это так, то тогда понятно, почему она так отчетливо видна на фотографиях. Думаю, мы никогда не узнаем, почему эта женщина появляется в том баре и чего она хочет. Для большинства семейный день на пляже обычно заканчивается приятными воспоминаниями. Однако эта семья закончила свой день фотографией, который будет еще долго сниться им в кошмарах. Это фото было сделано в голландском приближном городе Занворд 22 июля 2017 года. Человек, который сделал фото, сказал, что отдыхал со своей семьей, и в тот день на пляже он сделал несколько фото. Когда уже дома семья начала рассматривать фотографии, они заметили на одной из них на заднем плане жуткую девушку. Сначала кажется, что это обычный подросток, который смотрит в камеру. Однако при увеличении масштаба ее лицо приобретает несколько иной вид. Многие отметили, что она выглядит так, будто она одержима демоном. Ее даже сравнили с главной героиней фильма «Изгоняющий дьявола» Риган Макнил. Семья предположила, что в камере случился сбой во время фотосессии. Но они не могут до конца объяснить, почему именно лицо этой девушки так страшно исказилось, а не вся фотография. Когда Мишель Мидвинтер купила новый дом в Вилдшире, ничего не предвещало беды. Но позже оказалось, что новая собственность пришла в жизнь девушки вместе с жуткими призраками. Она не выяснила ничего про этот дом до покупки. Она начала искать информацию про этот дом, когда сделала этот пугающий снимок и поделилась им на Фейсбуке. Ее друзья начали делиться этим фото на своих страницах и восхищаться ее новым домом. Вскоре после публикации начали появляться странные комментарии, и она заметила нечто большее. В окне появилось странное лицо, которое будто наблюдало за ее действиями. В это время в ее новом доме не было никого. А она сама была на улице и делала этот снимок. Потом в доме случилось несколько необычных происшествий. Например, когда никого не было дома, ее настенные часы упали и разбились. Причем лежали они в трех метрах от того места, где висели. Эндрю Джонс, местный историк, думает, что знает личность, которая посиделась там. Он долго вглядывался в снимок и узнал этого призрака. Историк утверждает, что это лицо имеет поразительное сходство с Сэмуэлем Кентом. Он был инспектором, который когда-то давно жил и работал в этом районе. Он был отцом Констанции Кент, которая была печально известна за жестокое убийство своего трехлетнего брата в 1860 году. Люди, жившие поколениями в этом городе, утверждают, что этот дом как раз принадлежал семье Кентов. Как утверждает автор, на этом фото теневое существо. Фото снято на берегах острова Паули, Южная Каролина. На протяжении десятилетий жители сообщали о том, что в этой местности часто наблюдали чью-то темную странную фигуру. Она появляется перед штормом или каким-то стихийным бедствием. И поговаривают, что это существо предостерегает людей, предупреждая о надвигающейся опасности. По легендам, этот темный призрак – это путешественник, который трагически погиб много лет назад. Он возвращался из очередного своего странствия к своей невесте. Но по пути он попал в болотистые места, которые когда-то давно были в той местности, где было сделано это фото. Он не смог выбраться и погиб. И теперь его дух навсегда остался там. Одна пара Джим и Клара Мур утверждают, что вживую видели этого призрака. Они увидели сначала странную фигуру, которая прогуливалась по берегу прямо перед штормом. Они начали звать незнакомца, чтобы предупредить о надвигающейся опасности, которая может произойти в любое время. Но он растворился в воздухе. Спустя время на город обрушился мощный шторм пятой категории, который причинил ущерб на сумму более 7 миллиардов долларов. Но самое интересное, что спустя месяцы, когда семье Мур разрешили вернуться в свой дом после эвакуации, они обнаружили, что их дом шторм не задел, и он стоял полностью нетронутым. А у их соседей в это время дома были повреждены. Семья клянется, что своим появлением эта фигура предупредила их об этом стихийном бедствии. Элла и МакМонгл и ее трое детей когда-то жили в Шотландии в собственной квартире. Пока они жили там, в квартире нередко случались разные паранормальные явления. В основном они были безвредные. Лампы включались и выключались, а вещи часто оказывались не на своих местах. Иногда по квартире ходили тени, и одна из них однажды прошла сквозь стеклянную дверь. Доча Лэйн Хейли утверждала, что маленький мальчик по ночам приходил к ней в комнату и начинал прыгать на ее кровати. Но Элэйн не поверила сразу. Сначала она подумала, что ребенок фантазирует. Но вскоре Элэйн вспомнила, что в детстве ее тоже коснулись мистические события. Она жила с мамой, дедушкой и бабушкой в этой же квартире, и она постоянно видела призраков среди своих родных. Она чувствовала, будучи ребенком, что кто-то невидимый касается ее головы и волос, и она слышала чье-то дыхание прямо над ухом. Она часто рассказывала об умерших людях, которых никогда не встречала. Кажется, ее сверхчувствительность передалась ее дочери. Спустя время Элэйн с детьми переехала из своей старой квартиры. Но она чувствовала ностальгию по этому месту. Она решила посмотреть свой старый дом тяжела по приложению Google Street View. И она заметила нечто шокирующее. Из окна их квартиры выглядывал прозрачный силуэт маленького мальчика. Увидев это фото, она начала больше прислушиваться к рассказам своей дочери Хейли о призраках. На сегодня вот и все. Я не убеждаю вас верить во все это. Каждый все решает для себя сам. Всем удачи и пока!